добрый день всех приветствуем зрителей подписчиков и всех пчеловодов все кто смотрит мое видео интересные статейки подобрал сегодня я думаю они вам всегда нравятся одна из статей называется как пчелы заели гусей да да гусей заели обычно советуют чтобы у вас на пасеке всегда она была огорожена и чтобы туда не проникали ни животные не гуси не люди потому что может быть неприятность и так читаем как пчелы заели гусей мне приходилось читать о том как пчелы оккупировали один американский аэродром поселившись в вертолете четыре дня продолжалась борьба с обслуживающего персонала с аэродрома с пчелами это было 60 лет назад однако все попытки выкурить их были безуспешны только по вызванному на помощь пчеловоду удалось удалить пчел из вертолета на моей пасеке произошел такой случай 10 июля часов 8 вечера я вышел из дома на крыльцо и был поражен пчелы темной тучей носились над двором в такие часы рой задал я себе вопрос не может быть не успел сойти с крыльца как пчелы с яростью набросились на меня войдя на пасеку я увидел страшную картину гуси их было двадцать восемь с молодняком возвратившись с пастбища прошли в открытую дверь на пасеку где было шесть ульев где подверглись нападу пчел одни отчаянно махали крыльями и кричали другие клювами сбрасывали себя градом сыпавшийся на них пчел третье уже беспомощно лежали и только раззевали клюв я бросился выгонять гусей но безуспешно пчелы же жалили меня со всех сторон я как ошпаренный побежал обратно в дом чтобы надеть рубаху с длинными рукавами и глухим воротом вернувшись снова попытался выгнать гусей но ничего не вышло пчелы плотно обсиживали руки и со стеревением жарили их рубаху прокусывали со всех сторон пришлось надеть плащ и рукавицы и только в таком снаряжении я мог продолжить спасение гусей к этому времени многие из них уже не двигались вокруг клюв и глаз торчали тысячи жал в это время во двор вошла корова она у них была покрыта пчелами не найдя двери на улицу корова перепрыгнула через забор и что было духу понеслась снова поле только река до нее два километра остановила ее вернулась она ночью из носа шла кровь молока дала очень мало ну естественно с перепугу все потерялось в ту ночь всем гусей погибло остальные гуси сорок восемь часов кричали не пили не ели из оставшийся в живых 13 ослепли у трех осталось по одному глазу не знаю что было бы если бы не наступила ночь только она смогла затушить такой пожар к счастью из людей никто не пострадал а что произошло с пчелами улья двухкорпусные время канун главного взятка пчелы было много расплода в улях очень много по 20 и более рамок оставшиеся без летной пчелы расплод во всех улях в основном в нижних корпусах наполовину застыл таким образом пчеловодный год пропал меду не было пропали и гуси красноярский край усть-абаканский район колхоз чапаев юдин учитель пишет друзья вот обратите внимание будьте осторожны с вашими пасеками чтобы на туда ни гуси никакое животное не заходило иначе вы можете потерять и взяток и пчел ну естественно и и гусей или еще кого корову хорошо что она убежала но молока не дала ну еще один человек описывает подобный случай вот курганская область город петухова описывает я любитель пчеловод и подписчик журнала пчеловодство имею семь семей живу на самом краю города примерно полтора километра от леса 27 июня около трех часов дня 150 200 метрах от моей пасеки около озера какие-то пчелы напали на гусей и стали жалить их когда гося и хозяйка стала загонять гусей пчелы набросились на нее она начала отмахиваться от них платком и просить о помощи в это время нельзя было пройти по улице но через 30 минут все успокоилось и мои пчелы как летали за взятком так и продолжали летать на второй день примерно в это же время только подальше от озера пчелы опять напали на гусей и опять через 30 минут все все утихло на третий день примерно в 10 часов 30 минут челы снова напали на гусей но уже их было меньше против первых двух дней и через 20 минут все успокоилось последующие дни пчелы вели себя спокойно при этом погибло 16 гусей вот подобный случай человека писал будьте внимательны если у вас есть гуси или еще какие животные постарайтесь огородить вашу пасеку забором чтоб туда не попадали животные и естественно чтобы они имели свою воду иначе соседи будут жаловаться итак друзья читаем еще небольшие вопросы ответы для нашего возраста вопрос принимать ли труд не участие в обогреве расплода весной если они сидят на рамках с расплодом ответ труд не обычно на соток с расплодом не сидят кроме того самое холодное время ранее весной когда семья особо нуждается в обогреве расплода труд не в нормальных семьях не бывает конечно если труд не находится в гнезде то они в процессе жизнедеятельности выделяют какое-то тепло назначение она невелико так как труд не живут нормальных семьях только самое теплое время года следовательно роль труд не в обогреве гнезда незначительно ну такой был ответ вопрос конце лета на дне у ли я обнаружил куколки белого темноватого цвета почему пчел выбросили расплод ответ по видимому семья не могла создать выращиваемому расплоду всех условий необходимых для его развития из-за чего куколки погибли и пчелы выбросили их на дно уля погибнуть куколки могли от понижения температуры недостаточной влажности воздуха от нет полноценного питания период личиночного развития и от других причин которые можно было бы установить осмотрев семью на месте вопрос я наблюдал что пчелы садятся не на цветки растения вики они же их по стеблю и там хоботком что-то ищут чем причина ответ заинтересовавшая вас явление объясняется тем что пчелы не находят нектаров цветках вики а пользуются вне цветочным нектаром с прилистников на которых имеются участки выделяющиеся сахарный сок прозрачный как вода вопрос как лучше сделать профилактику назематоз а можно ли применять для этой цели марганцово кислый калий ответ для профилактики назематоза надо после окончания главного взятка приступить к наращиванию молодых пчел в зимовку для этого необходимо создать семье все условия для усиления усиленной яйцекладки матки и выкармливания расплода перед сборкой гнезд в зимовку семьи нужно пересадить чистые продезинфицированные уля на зиму оставлять только цветочный мед и ни в коем случае не падивы минут даже с небольшой примесью паде нужно откачать вместо него дать доброкачественный или сахарный сироп гнездо должно быть собрано соответственно силе семьи зимовники надо поддерживать температуру воздуха от нуля до 2 градусов тепла и влажность 85 процентов марганцово кислый калий для профилактики назематоза не применяется вопрос мой рой напал на соседского теленка который погиб от ужалений обязан ли я возместить убыток это саратовская область вот пишет человек ответ да обязан также как владелец скота обязан возместить ущерб от потравы или как хозяин отвечает за свою собаку есть ее укусы вызывает падеж скота расходы на его лечение и потерю продуктивности вопрос в журнале номер 7 опубликована интересная статья губина улей и производительность труда мне не ясно как скрепляется между собой корпуса многокорпусного улья рута они не имеют вольцо кроме корпусов такого улья делается кромки корпусов такого улья делается совершенно гладкими то есть не имеет фальцов и плентусов и корпуса составляются заподлицо места соединения швы пчелы заделают пропорисом так прочно что даже во время качевок их ничем не скрепляет если погрузка разрузка ульев происходит вручную если же погрузка разрузка делается механизмами то части ульев закрепляют стягивающими скрепами различных систем но это в то время только вводились семейство это улья рута на 230 и многие люди просто не понимали этой ситуации вопрос молодая матка начала откладывать яйца только первых числах сентября пчелы от нее пошли в зиму без облета без облета как они будут зимовать ответ молодые пчелы которые пошли в зиму не успев из-за холода облететься зимует плохо надо стараться заменять маток на позднее не позднее июля чтобы они уже в августе развивали интенсивную яйцекладку вопрос пасека находится вблизи больницы могут ли пчелы занести в мед микробы инфекционных болезней вологодской области человек вопрос ответ прежние времена во время во время эпидемии брюшного тифа дизентерии других массовых инфекций когда возбудителей болезни находили повсюду в воде на фруктах овощах так далее возникал вопрос а можно ли употреблять мед без кипячения не следует ли его кипятить как воду тогда экспериментально было установлено что мед не только не содержит возбудителей эпидемических болезней но и возбудители в нем погибают теперь достаточно точно установлено что мед обладает бактерицидным или бактерия он на статическими действиями то есть он убивает микробов или подавляет их рост этот вопрос заслуживает того чтобы на него обратили внимание бактериологи для постановки конкретных опытов ну еще один вопросик надо ли семью воспитательницу доводить до рогового состояния чтобы получить высококачественных маток не будет ли при этом большей мере передаваться склонность пчелиных семей к роению ответ для получения высокояйценоских маток надо выделять в качестве воспитательницы сильную высокопродуктивную семью и выводить маток в теплое время года при наличии взятка это главное требование до доводить семью воспитательницу до роевого состояния не обязательно хотя нечего бояться если она будет готовиться к роению семья семьи в роевом состоянии обычно больше принимают личинок на маточное воспитание и хорошо их выращивать матки выведенные в роящейся семье ничем не хуже маток выведенных в семье без роевого состояния мнение некоторых пчеловодов будто роевые матки дают более склонное к роению семьи ничем не обоснованно вот такой вот был ответ ну естественно еще мы прочитаем рекомендации доктора биологических наук которые они проводили опыты на то чтобы посадить лекарственные медоносные растения вблизи пасек на приусадебных участках где эти растения будут и опыляться и давать лекарственное так сказать эффект лекарственный и так читаем небольшие статейки арника горная многолетняя травяниста растений семейства сложноцветных стебель высотой до 60 сантиметров образует 20-30 корзинок из крупных желтых цветков цветет в июне и июля около месяца неплохо тоже дикорастущем состоянии встречается в западной это написано западной части россии так и еще один стальник полевой многолетние травянистые растения из семейства бобовых 40 50 сантиметров высоты листья продолговата эпилептической цветки розовые сидят парами в пазухах листьев образуя на концах ветвей густые колоссовидные соцветия стальник распространен в степной лесостепной зоны европейской части ссср в сибири и на кавказе цветет около двух месяцев с июня по август чрезвычайно охотно посещается пчелами возделывается путем высева семян грунт лечебное значение имеет корни которые можно использовать на второй год культуры препараты из корня применяется как средство против геморроя вот такие две небольшие статейки друзья обратите внимание если вам понравилось и вы заинтересованы что-то посадить на вашем участке лекарственная и так сказать медоносно то обратите внимание на эти растения до встречи подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев до свидания спасибо за просмотр!